Всем привет, друзья! Вы снова со мной, вы на канале с Аленой. И сегодня мы с вами говорим про чувства, эмоции, как, собственно говоря, их выражать, как их доносить. Ведь эта тема, ну, настолько уже заполонила многих. И сегодня я разберу с вами базовую основу, которой вы должны пользоваться, чтобы вообще понимать, что происходит с вами, как это с вами происходит и как вы можете на это повлиять. Пишите лайк, пишите комментарий. Поехали! Ребята, есть такая вещь, как некое понимание своих чувств. У многих оно такое ощущение, что отсутствует. Вот отсутствует как вообще предел. Тут мне что-то зажало, тут у меня что-то заболело, что-то мне новость какая-то пришла, и я уже либо впадаю в какую-то вегетатику, да, я нервно дышу, что-то такое делаю, что-то с собой сам создаю. Или другой момент. От того, что я что-то почувствовал, я даже это не осознал, я вдруг закурил или запил что-то, или пошел есть, или пошел бегать. Почему? Потому что я не понял, что у меня выработался гормон стресса, кортизол, либо я почувствовал гнев, злость, какое-то такое внутреннее ощущение, которое создало некое действие. Так вот, от ощущения, эмоций к действию у вас есть возможность все это осознать и сделать выбор в пользу осознанного действия. Что это значит? Выбор в пользу осознанного действия. Это значит, что вы выбираете действительно, как вам реагировать на ту или иную ситуацию. Вот давайте с вами представим. Была у меня в консультации девочка, которая потеряла родителей. Ну, девочка около 30 лет, да. Потеряла родителей, переехала, и еще ее бросил муж. Она осталась одна с ребенком, без финансовой поддержки. И в другой стране ситуация, хоть бей, хоть плачь, хоть забудь, хоть накройте меня под одеяло и спрячьте. Но человек, который осознает свои чувства, свои страхи, он может управлять чем? Событиями в своей жизни. И в этой сложной ситуации она могла что? Она могла повеситься, она могла спиться, она могла скуриться, она могла, да, что угодно, пойти в проститутки, да. Ну, что угодно сделать от какого-то внутреннего кризиса. Но по факту она выбрала осознать, что я испытываю страх. Мне очень страшно, что я одна со своим ребенком, у меня нет денег, я не знаю, что мне делать. Я испытываю разочарование, я испытываю гнев на жизнь, на мир, на вот это все. И я испытываю сильнейший, жутчайший страх, потому что за себя я еще что-то решу. Но когда нас двое, мне очень тяжело. И от этого я могу делать что угодно. Но то, что выбрала она, это было настолько нереально круто. Я считаю очень, очень серьезно. От стресса она делала пробежки. От страха она тоже гуляла. От агрессии она просто перемывала все в той квартире. И на чувстве гнева она устроилась на работу. Не так просто, но очень быстро. Почему? Потому что она очень злилась на состояние, на судьбу, на то, что происходит. А ведь в другой ситуации могла быть ужасная другая история. Человек мог забросить себя, обуздать себя как-то и вообще забыть вообще обо всем. Очень важно говорить о своих чувствах, понимать их, заявлять о них и самому себе, и другим. Это очень важно. Следующий момент. Другим тоже нужно знать о ваших чувствах. Но не о всех. Предположим, у вас есть какой-то запрос. Запрос на повышение должности. Запрос на что-то. И если ваш начальник будет постоянно знать, вы знаете, я тревожусь. Вы знаете, я гневаюсь. Это так не работает. Вы для себя должны научиться понимать, что вы чувствуете. И очень часто в консультациях я говорю не что вы думаете, а что вы чувствуете. Почему? Потому что человек часто даже неосознанно ощущает что-то, и это переводит в какой-то другой момент. Поехали дальше. Когда вы начали ощущать, действительно, я чувствую вот это, я думаю вот это, разделять, у вас есть выбор, как на это все вам реагировать. Бить посуду, готовить, есть, бежать, звонить. И этот выбор должен быть осознанный. Это очень важно. Не сразу у всех получается осознать свои чувства. Говорить, ну я так нажрался чего-то или это, я просто был расстроен. Изначально ты был расстроен, и поэтому ты наелся. Или ты был в стрессе, и поэтому ты сделал вот это, вот это. Поэтому для того, чтобы у вас все это менялось, вам очень важно для себя сделать вывод огромный. Я могу ощущать вот эти, вот эти, вот эти все чувства. И сейчас, когда я нахожусь, например, в некомфортной для себя условиях или в некомфортной для себя обстановке, я испытываю вот это. И я выбираю действовать вот так. Вот тогда картинка сложилась. Другим о ваших чувствах знать не всем нужно. Например, если вы хотите что-то для себя получить, создать, спроецировать как-то, то я рекомендую вам заявить другим о вашем чувстве. Например, любимый, ты знаешь, я сегодня ощущала тревогу и разочарование, потому что ты сделал вот так, вот так, вот так. И тогда он узнает о том, что он делал не так. Если вы смолчите или пойдете справляйтесь со своими чувствами, ваш любимый так... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!